всем привет дорогие друзья сегодня понедельник я начинаю съемки новой вышивальной недели и начать ее хочу с набор от фирмы реолис добродуха краса заботчица семье и близких отшивается он шерстью вот такие у меня результаты на за прошлых вышивальную неделю сегодня начну именно с этого процессика у нас сейчас утро пока я готовлю на кухне решила сегодня прям с утра раннего все приготовить по плану сейчас у меня уже варится щи хочу сделать макароны сливочном соусе и сделать запеканку из кабачков так как мне нужно кушать овощи ну и все на этом а потом надеюсь что буду вышивать а еще у меня целая огромная гора глажки у нас теплая жаркая погода в квартире очень душно очень тяжело спать ой не знаю как я переживу это лето в городе на даче мне конечно легче легче в плане сна в плане здоровья и моего давления на воздухе есть на воду сие девчонки мальчишки у меня почему-то не очень язык заплетается даже когда там в доме если жарко но у нас кирпичный дом он так вот хорошо сохраняет прохладный воздух жаркую погоду но можно спать и даже в беседке у нас там все обтянута антимоскиткой и шикарно просто я иногда там реально ночую когда мне совсем плохо от жары но сейчас не об этом сейчас о моей новой вышивальной недельки девчонки хочу вам показать свои продвижения по процессу добродух краса от фирмы реолис который отшивается у меня шерстью это у меня за сегодня буквально наверное полтора часа я вышивала в общей сложности с перерывами смотрите какие шикарные продвижения что хочу сказать девчонки и мальчишки очень сложно оторваться от этой работы такой увлекательный процесс цвета ниток результат сама схема в общем не все нравится в этом процессе я нисколько не жалею том что я его начала и решила отшить всю серию этих добродухов ниточки ложатся ровно ну вот эти вот оттенки безумно красивый когда еще будет бэк я думаю что результат будет потрясающий друзья смотрите какое поле ландышей птички поют слышите как красиво вечерняя прогулка в общем друзья у нас вчера умер кот он с нами прожил 19 полных лет и два месяца у него отказали почки умер он очень быстро безболезненно рядом с нами вот мы его идем сейчас навестить послушайте как птички поют красиво девчонки мальчишки здесь только ландыши мы выбрали такое хорошее место в поле ландыши на холмике и несем его любимую игрушку положим ему такая вот печальная прогулка сегодня перед сном но жизнь от этого никуда не деться а здесь земляника цветет это такой лес здесь заброшенный лагерь вот видите когда-то здесь был детский лагерь птички поют чудесно сегодня среда я отшивала единорожку от фирмы жар птица на пластиковый конве и отшила целый хвостик и перешла гриве вот по схеме мне осталось отшить только гриву бэк и уже будет собираться игрушка на этой вышивальной неделе конечно же вышивального финиша мне не получится да я его и не планировала вышиваю в удовольствие но вот за сегодня целый хвост у меня отшился и чуть-чуть гривы такие вот у меня результаты по вышивке за сегодня моя любимая девочка тут со мной лежит пока я вышивала рядышком с мамой была очень она скучает без котика нескими теперь совсем играть постоянно спит раньше хоть они там побегают немножко кот конечно был старый он снимала играл но она все равно его заставляла сейчас у нас совсем одна у нас осталось наша зеленоглазая девчонка красивая совсем скажи скучно мне да матюшка совсем скучно девчонки одной у нас сегодня четверг у серафимки сегодня была музыка но она готовится к выпускному и после мы пришли в парк наш любимый нет у нас много парков это менее любимый но мы решили сюда прийти позагорать немножко послушать шум водички фонтанчик сегодня чудесная погода плюс 21 обещали дождь но небо голубое так что сегодня мы с отдыхаем вдвоем но мы так недолго то что мы чужим готовить надо надо я немножко позагорать она себе купила платье на выпускную такое чисто белое хлопковое надо будет вам его показать кстати колье купила себе серебро и такие сандалеты на такой платформе ого-го вот и короче там у них каре сейчас акция две обуви 3 в подарок она себе купила еще босоножки на лето но вот так что немножко выросла и мы не достались девчонки вот такие вот то пулечки 35 размер я себе выбрала такие легкие дышащие ботиночки а усимки вот такие вот сандалеты прикольные ладненько будем с ней отдыхать загорать мои дорогие обещала вам показать босоножки которые купила себе серафима на выпускной вот такая вот огромная платформа они такие тяжеленькие увесистые в общем 37 размер уже и у старшей и у младшей я почему-то думала что у серафимки будет маленький размер ноги как у меня но у нее все-таки нога выросла у около пяти лет начальной школе вообще нога не росла у нее с первого по пятый класс был один размер 29 то есть вот вообще нога не росла и я как-то думал что скорее всего не будет маленький размер ноги как у меня 34 но ножка выросла уже наверное за последний год на два размера то есть она год назад была 36 не 35 сейчас она 37 ну они знаете такие вельветовые ну я думаю что это чисто такие праздничные босоножки они такие увесистые каблучище но захотел ребенок такие вот босоножки главное чтоб ей было удобно и нравилось ну и сразу наверное покажу вам платье серафима выбрала себе вот такое чисто белое платье вот она рукавчик у них у него идет фонариком и здесь тоже такая борочка чисто белая хлопковая аля крестьянский стиль я не знаю может быть там все девчонки придут в кринолинах но серафима захотела так вот простенько но со вкусом как говорится она такое трапецией а к платью она купила себе вот такое колье под горлышко бабочки серебро ну вот такой вот стиль у нее будет девчонки мальчишки на выпускную музыкальную школу не знаю кто в чем придет из девочек вот нет пульт валяется вот как то так ну что мои дорогие друзья воскресенье последний отчетный день по моим вышивальным процессом сейчас расскажу вам что вышивала я на этой вышивальной неделе начну наверное с такого своего менее любимого процесса от фирмы жар птица сказка своими руками вот такой единорожка который отшивается на пластиковой конве за эту неделю мне удалось вышить здесь гриву практически целиком в общем осталось буквально чуть-чуть можно сказать что я уже на прямой финишный и у меня скоро будет финиш я думаю что на следующей вышивальной неделе он сто процентов случится но не будем загадывать как говорится как загадаешь никогда ничего не выходит великолепные цвета конечно у этой единорожки я нисколько не жалею о том что я приобрела этот набор очень мне все нравится очень легко вышивается красивые цвета и потрясающий результат это что касаемо этого мини процесса я его очень часто брала на этой вышивальной неделе наверное поэтому здесь такие шикарные результаты дальше я отшивала реолис добродуха красу покажу вам превью и вот сколько мне удалось вышить на этом процессе процесс тоже достаточно интересный вышивается на одном дыхании мне очень нравится результат очень нравится цвета ниток и я думаю что дальше будет только красивее и лучше когда мы перейдем уже на мордочку на глазки будет просто шикарный потрясающий результат это уже видно по небольшому кусочку отшива здесь я тоже достаточно так хорошо продвинулась как вы видите да закончила вот это вот не за хвостик у него и сейчас перейду немножечко здесь вот дошью вот этот угол на следующей вышивальной неделе и уже буду продолжать вышивать мордочку вот и все мои процессы на этой вышивальной неделе больше я ничего не вышивала стараюсь больше гулять на улице дышать свежим воздухом потому что лето она у нас одно у нас начинаются белые ночи и теперь у нас будет светло вчера хотела вам заснять вечер но не удалось потому что шум гам тарарам было около половины десятого вечера у нас еще солнце даже не зашло она ярко ярко светила высоко но я обязательно еще успею вам это заснять потому что белый ночь это действительно такое интересное время но не все его любят лично мы с супругом не очень любим потому что очень тяжело засыпать очень тяжело спать когда у тебя светло и организм вообще не понимает ночь сейчас или день но если в плане прогулок прогулок для молодежи то это вообще шикарное время года очень буду надеяться что лето будет у нас прекрасное теплое и мы все с вами еще нагуляемся надышимся погреемся в лучах солнца я очень жду именно теплого лета пока у нас погода в санкт-петербурге радует ну что мои дорогие вот такая у меня получилась вышивальная неделя снимала для вас не очень много но такие интересные моменты надеюсь вам было интересно и вы досмотрели это видео до конца но я с вами буду на этом прощаться с вами была люля рукодельница всем пока пока до новых встреч до новых видео